Мы с вами сделали сайт, но не позаботились еще о его скорости. В этом видео я покажу, как ускорить сайт на Elementor в WordPress. Подробнее в этом видео. Итак, мы с вами установим сейчас специальный плагин, который убивает сразу двух зайцев. Он кеширует сайт и оптимизирует файлы ксс и ява-скрипт. Если вы новичок, для вас это ни о чем не говорит. Вам просто нужно будет зажать необходимые галочки, и ваш сайт уже заметно будет быстрее грузиться, чем он грузится сейчас. Не секрет, что нельзя оставлять сайт, когда он у вас уже полностью готов, и вы готовы отправить его в плавание, так сказать, добавить его в Яндекс и Гугл, чтобы его видели ваши потенциальные клиенты. Нельзя его оставить, по крайней мере, без включенного кэша. И вкратце, что такое кэш. Кэш, то есть закеширование страницы, это копия сайта, которая хранится в отдельной папке на сайте. И пользователь, заходя второй раз на ваш сайт, он получает тот же сайт, но только копия сайта показывается из кэша. Таким образом, сайт намного-намного быстрее грузится. Нет ни одного сайта в интернете, который бы не работал без кэша. Любые, даже крупные, ВКонтакте, Одноклассники, тот же Гугл, Яндекс, они все кэшируются. Если вы хотите более детально узнать, что такое кэш, почитайте об этом в интернете. А мы с вами переходим сразу к делу. В отменке нашего сайта плагины «Добавить новый». Добавляем с вами специальный плагин. В поле поиска введите «WP Festest Cache». Вот этот плагин с пантерой. Нажимаем «Установить». Далее «Активировать». После активации плагин имеет свою позицию в левом меню WordPress. Вот здесь вот. Переходим. И давайте сразу к настройкам. Как я уже сказал, если вы новичок и хотите углубиться, конечно, придется вам почитать в интернете, потребуется больше знаний. Сейчас вы можете просто повторять за мной, включать необходимые галочки, и при этом ваш сайт уже будет грузиться быстро. Это нужно настроить один раз и забыть об этом. И ваш сайт будет также хорошо работать и при этом быстрее грузиться, нежели без этого плагина. Сначала в самый низ смотрим. Здесь мы выбираем с вами русский язык. Ниже здесь вам видео не видно. Найдите русский язык. Вот он, русский. Нажимаем на кнопку «Submit» — «Применить». У меня страница сбрасывается, и у нас тут выскакивает ошибка. Вы должны установить постоянные ссылки. Вот здесь у нас такое предупреждение. Давайте посмотрим, что это за ссылки. У меня уже были подробные уроки о общих настройках в WordPress. Вы можете посмотреть эти уроки, если вы нуждаетесь в этих уроках на YouTube, на моем канале. Вы можете выбрать любое значение, просто как ссылка должна выглядеть. Здесь все, в принципе, я думаю, понятно. Я выберу название записи и нажму «Сохранить изменения». Что-то дает. Например, если мы обновим страницу, перейдем на нашу внутреннюю страницу «Политика конфиденциальности». Обратите внимание, у нас в адресной строке меняется URL. Показывается, так сказать, псевдоним меню, то есть или альяс по-другому. Вот это более правильная ссылка. Возвращаемся в наш плагин. Давайте еще раз попробуем выбрать русский язык. И после этого у нас все, вы сами это видите, переключается на русский язык. Никаких ошибок больше не возникает. Эти уведомления можно скрыть. Итак, кеширование просто включаем. Вот здесь вот ставим птичку. Те пункты, которые вы видите, мы не можем выбрать, это уже относится к Pro-версии данного плагина. Сразу хочу сказать, если вам плагин понравится, то рекомендую купить Pro-версию, так как Pro-версия плагина ускоряет сайт намного-намного быстрее, чем вот эта бесплатная версия. Как я уже сказал, здесь есть подсказки, также можете почитать в интернете. Я бегло пробегусь, просто настраивайте за мной. Автоматическая предварительная генерация кэша всего сайта. Выбираю, здесь окей. Не показывать кешированию версию авторизованным пользователям. Но только это вы, администратор, чтобы вам показался сайт не из кэша, а именно реальная страница, она будет грузиться чуть дольше. Но я думаю, так будет лучше. Так как у вас пользователи, они все не авторизованные, они все будут видеть сайт из кэша. Это правильно. Не показывать кешированные версии мобильным устройством. Ну, на ваше усмотрение. Я поставлю. Очищать кэш при публикации новой записи или страницы. Ну, если добавляете, кэш лучше очищать. Здесь, в всплывающем окне, Clear all кэш. То есть, очистить полностью весь кэш. Пускай так и останется. Очищать кэш при обновлении записи или страницы. Тоже полезно. Тоже весь кэш пускай очистить. Окей. И вот это все у нас относилось именно к кэшу. Но данный плагин у нас еще и оптимизирует сайт. Так же, чтобы он быстрее грузился. То есть, уменьшает размер HTML кода страницы. Абсолютно для вичков непонятно. Но мы ставим эту птичку. Сайт будет быстрее грузиться заметно. Уменьшать размер CSS файлов. Тоже ставим галочку. Сокращать число запросов к серверу путем объединения CSS файлов в один. Тоже ставим галочку. Вот смотрите, объединение файлов, уменьшение размера CSS файлов. Не гарантируется, что сайт будет отображаться корректно, если вы будете использовать что-то другое. Другой шаблон. Я не знаю, другие плагины. Просто именно здесь у меня все настроено. Я здесь все проверил. Я гарантирую, что у вас сайт не поплывет и будет смотреться после включения вот этих вот птичек абсолютно нормально. То есть, с этим надо быть поаккуратнее, если вы вдруг будете использовать какой-то другой шаблон. Что значит поаккуратнее? Включили, сохранили, обновили страницу, посмотрели. Если все нормально, на сайте оставляем. Если дизайн поплыл, шапка может улечь там влево или еще что-то. Какие-то артефакты. Тогда придется отключить какие-то из оптимизированных вот этих вот CSS опций. Сокращать число запросов в серу путем объединения. Яваскрипт файлов. То есть, тоже делаем. Уменьшает размер файлов, отправляем их сервером. Тоже включаем. Уменьшает время загрузки для повторных посетителей. Тоже ставим. Убирает CSS и Яваскрипт необходимы для поддержки эмодзи. Тоже ставим. И сохранить. Соответственно, какие проблемы могут быть при сжатии Яваскриптов? Например, вот эта анимационная шапка не появлялась бы вообще. Смотрите, мы с вами все включили. Если вдруг надо принудительно очистить кэш вам, то вы можете всегда перейти на вторую вкладку и очистить кэш вот здесь. Или у вас есть вот здесь всегда меню. Delete Cache, то есть это удалить кэш. И вот эта дублирующая кнопка, это вот очистить кэш и сжатие CSS файлов. Это тоже вот дублирующая ссылка. Она также есть и вот здесь теперь, в фронтальной части сайта. Что мы делаем? Мы обновляем с вами сайт. И уже сайт заметно быстрее грузится. Заметили вы это или нет, сайт намного быстрее уже грузится. Вы проделали большой путь. Я вас поздравляю. Мы с вами сделали практически все. От А до Я. Спасибо, что досмотрели мне до конца. Это был последний видеоурок мини-сериала про Elementor на WordPress. Но я с вами не прощаюсь. И мы с вами очень скоро увидимся в новых моих мощных видеоуроках. Пока-пока, друзья. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok